вон кто здание то все ломает пацаны оказывается тут все разрушили всем привет продолжаем вместе с вами путешествие по необъятным просторам россии сегодня проедем город клин и погуляем по городу высоков говорят это забытый город подмосковье посмотрим так ли это дальше двинем через бывшие владения ивана грозного и бориса годунова до древнего города вертязин сейчас это село городня в тверской области покажу место в котором вам захочется побывать погнали друзья я заехал в город клин здесь заповедник чайковского в общем в городе проживает около 90 тысяч человек ему больше 700 лет через город также проходят автодорога санкт-петербург москва так называемое ленинградское шоссе есть железнодорожная станция клин до города можно добраться как на электричке из москвы так и на автобусе в городе очень много музеев один только что мы проехали это музей чайковского есть еще музей елочных игрушек потом музей гайдара торговые ряды 19 века в общем есть что посмотреть и что показать достаточно такой богатый город на историю и он больше чем солнечногорск читал что с точки зрения экологии здесь не все очень хорошо и все тому мусорный полигон который здесь есть действующий ребята если кто знает напишите как дела обстоят с этим пятиэтажный дом звезды лепнина звезды в кляну еще есть производство молока потом мясо комбинат стекольный завод овсяные хлопья производят здесь думаю он такой достаточно развит в промышленном плане улица гагарина сегодня в клюну я просто проездом в клин я еще вернусь и запишу более подробное видео кстати недалеко от города находится деревня баблова и в ней есть усадьба 19 века в которой жил и работал менделеев но я же еду в город высоковска вот видите улица гайдара и скорее всего с правой стороны в ту сторону музей гайдара а если бы мы поехали с вами налево то там железнодорожный вокзал и автостанция макдональдс бывший мы все практически я город весь пересек это уже окраина все нас ждет с вами город высоковска ребят вот и город высоковска поверните налево фабрика какая-то полуразрушенная сейчас машину поставить и прогуляемся посмотрим за фабрикой должны еще быть пруды а арка это такая знаете арка в город была протеция через 200 метров поверните налево во двор пожарная машина пожарная машина куда-то мчит надо куда-то машину сейчас поставить тоже маршрут перестроен к ней потом не возвращаться вот сюда наверно церковушка впереди возвращаюсь к фабрике о ней сейчас тоже расскажу о, Ленин тут встречает нас на входе в общем в 1940 году Высаковск получил статус города проживает здесь около 10 тысяч человек по-моему даже больше и город расположен на реке Вяз а эта фабрика когда-то была давайте сразу Ленина покажу чтобы нам потом сюда не возвращаться вообще это центральный вход был раньше видите Ленин стоит все забором загородили 1900 не пойму какой 51 или 91 год указано наверху с 1877 года это поселение было известно как наверное как ткацкая мануфактура ну связано было поселение с ткацкой мануфактурой и можно сказать что сам город был создан благодаря купцу второй гильдии Григорию Кашаеву он построил в городе текстильно предельную фабрику посмотрите вот как выглядит герд города по нему сразу становится понятно что город связан с предельно ткацкой фабрикой здесь был пожар видите все там черное здесь видно старое все вообще то есть если здесь хотя бы мы можем видеть новые стеклопакеты то тут все старое наверху вообще все выбито это улица советская и вот это есть Высоковская предельная фабрика я нашел информацию что фабрика сгорела при пожаре изначально она была деревянная вот это здание уже второе было построено на месте деревянной и специально вот для этого здания рядом был построен кирпичный завод соответственно из кирпича которого построили вот эту фабрику ну и рядом еще построили казарма для рабочих вот видите кирпичное здание это тоже все относилось к фабрике так мне бы обойти я знаю что с той стороны есть озеро только не знаю как туда пройти сейчас тогда выйду на дорогу и пойду вдоль нее а выше выше когда поднимемся пройдемся там тоже покажу вам как выглядит как выглядит городок для рабочих после пожара Григорий приглашает на работу своего племянника Иоанна Кашаева и они создают товарищество Высаковской мануфактуры в свою очередь товарищество привлекает иностранных инвесторов из Англии и закупаются новые станки сюда по-моему около трехсот штук может даже больше в начале 20 века к фабрике были проложены железнодорожные пути по ним сюда доставляли топливо для фабрики и она же позже соединила Высаковск с городом Клин эту фабрику в 1917 году ну после революции национализировали и была она закрыта в 2009 году обанкротилась и в 2023 году начали ее восстанавливать там ремонтная работа именно в центральной части и опять произошел пожар вот как раз таки мы с вами и видели все там черное это произошел пожар ну вот он и пруд он прям за фабрикой я тоже прикреплю фотографии посмотрите именно фото старые сделаны со стороны пруда на фабрику насколько мне известно этот пруд как бы облагородили здесь дорожки сделали это школа что ли тоже старое здание так вижу туалет вижу мамы там с детьми с колясками гуляют скамейки запах гари не знаю от фабрики от чего это и направо у нас идет пляж в ту сторону в общем такая прогулочная зона пруд небольшой еще с левой стороны должен быть да туда пойдемте что-то вроде мостика и шлюз наверное слушайте ну масштабы этой фабрики конечно поражают оно очень огромное но особо такого вот я не вижу ничего возле этого пруда сделаны дорожки скамейки туалет стоит общественный ну хорошо в любом случае ну а так больше тут в принципе делать нечего наверное просто гулять а ну даже прогуляться вокруг пруда у вас не получится дорожка видите только в ту сторону до моста и назад а на той стороне просто поляна давайте еще на фабрику да прям вообще видно что она горела именно вот центральная часть все черное вот второй пруд хотя нет вот дорожка же возможно где-то там она проходит вокруг пруда тоже вокруг вокруг вот она вверх пошла это у нас верхний пруд из него вода бежит в нижний пруд и кто-то замочек повесил не прижила здесь идея с замками видите только один замок и вот он нижний пруд пойдемте прогуляемся сейчас до казарм кушка там маленькая стоит тоже расскажу про нее вдалеке он там вижу мост какой-то такой пешеходный фабрика и рядом вот такое здание но это тоже от фабрики все строилось там вроде как какое-то производство стекольное что ли а я вот к этому зданию иду это здание бывшей воскресной школы ну и оно тоже было построено фабрикантами вот оно и тут не одно следующее тоже здание фабрика строила а смотрите вот написано даже табличка наверху высоковское училище высоковское училище представьте это вот с тех времен осталась табличка вот построенный учитель товарищ с высоковской мануфактуры видите макгрилл макгилл макгилл правильно это его вдова деньги выдавала то есть деньги на строительство этой школы дала жена макгила на состояние конечно здесь ужасная это тоже здание от мануфактуры но к сожалению что здесь было я не нашел информацию ставьте люди строили да в какие года и по факту это до сих пор стоит то есть строили на совесть навсегда на века но в наше время все вот в таком виде хоть и смотрите на втором этаже пластиковые окна на первом этаже никто не живет но на втором такое ощущение что кто-то живет потому что ну в офисах так не делают занавески может быть это дом похож на дом ленина 9b вон казармы 1 казарма видите также без окон без окон без дверей но за ней но за этим деревянным зданием есть еще одна казарма и там вроде как живут люди давайте сейчас вернусь туда и пойдем а вот это вот эта церковь да пойдем сейчас по дорожке назад и зайдем во дворы посмотрим ну пока то что я вижу все печально это церковь алексия цесаревича и располагается на в здании бывшего склада ну тут же когда-то была еще и аптека детский развлекательный центр мурал красивый но детей я не вижу наверно детские площадки или что тут концерты здесь уже давно не проходят пойдемте вот что-то подобное есть в твери морозов морозовский городок ух ты здесь вообще уже все обваливается когда-то наверное это был подъезд или что в общем здесь жили люди причем современности их просто отсюда расселили вот такие казармы вот подъезд да это один подъезд наверное был общий коридор на а вот эта пожарная часть и она кстати была построена специально после того как сгорела деревянное здание мануфактуры у фабрики она действующая он тут вообще все побалилось все перекрытие то есть на даже перекрытия обвалились посмотрите толщину стен то есть какие они толстые были пойдемте вот к тому зданию то по моему должно еще функционировать может удастся попасть вовнутрь ну раньше называлась это казарма для рабочих такие казармах было все в общем здесь квартиры пращичные столовые живи не хочу комфортная жизнь была обеспечена по тем временам тем более привет да тип того турист оптимист мало если вы придете будет плюс 3 вы здесь гуляете да нет гуляете а здесь лазили в этих что там интересного да не не надо там не дай бог упадет что-нибудь вообще все плохо печально да спасибо да вам по-английски забейте спасибо пойдемте зайдем ох ты ну запаха нет никакого первый этаж коридорного типа квартиры видите слева справа потолок такой полукруглый давайте выше еще поднимемся посмотрим но подъезд конечно в ужасном состоянии ты здесь живешь нет нет я вам могу показать еще что покажет муж сбросил культиру заброшенную да здесь заброшенную чужие съехали все бросили есть и даже продать не смогли нет но она вообще старая пойдем посмотрим ох ты может быть тут не света выломали еще кто-то сломал ну туда то мы не пойдем восемнадцатая квартира там еще там еще одни алкаши здесь какая не будем спасибо здесь еще и казарма следующая в этом же здании только в подъезде спасибо тебе за экскурсию а так тут живут какие-то не знаю что а чем вообще в городе занимаются люди вот если честно сказать вот под таким вот зданием показан они некоторые люди они ходят типа либо пить и либо курить курить и либо колоться все печеные учиться в школе когда вырастешь здесь останешься куда-то я живу то есть только вот там получше получается обстановку здесь похуже там получше да я сейчас пройду и назад уже пойду спасибо за экскурсию да да все верно спасибо новых подписчиков все нашел пацаны прикольные конечно ну да сами вы все слышали кто проживает и кто обитает в этой казарме назовем ее так коридорного типа да все печально напишите ребят как вам такая небольшая экскурсия ну где-то же вот стоят пластиковые окна хорошие но я понимаю что есть люди которые просто не могут физически покинуть это место потому что либо продать это невозможно дело никто не покупает здесь либо еще какие-то причины в начале я рассказывал что были инвесторы да иностранные так вот среди них были барон кноп солнечногорске на острове была его усадьба я вам как раз про нее рассказывал уже когда посещал город солнечногорск кто не смотрел посмотрите и роберт могил помните мы с вами гуляли по пиролкам москвы я показывал англикас англиканскую церковь англиканскую церковь святого андрея так вот могил спонсировал ее строительство и вот как я и говорил что-то похожее есть в твери там также строили вот эти казармы для рабочих одних один из них называется морозовский городок и казармы мануфактуры берга это второй городок а это народный дом ну когда-то был народный дом и это здание построили в 1910 году тоже от мануфактуры сейчас здесь городской клуб а и построил его также жена роберта могила перебежать надо вот она еще третья казарма осталась по правую руку но горит что пацан это получше казарма добро пожаловать тоже ребят прикреплю фотографии посмотрите как выглядело это место раньше а вот и памятник с левой стороны это как раз памяти григорию кашаеву это один из создателей первых создателей мануфактуры и памятник по моему из бронзы отлит григорий лаврентьевич кашаев 1820 1890 купец второй гильдии основатель высоковской мануфактуры только прям основательный мужик давайте еще раз вид на третью казарму слушайте ну вот судя по виду и то что я увидел есть высокие потолки комнаты коридор вроде небольшой но дальше там большая комната шла наверное как переделаешь а там вообще верхний этаж он заброшен тоже должны быть принципе неплохие квартиры я предполагаю конечно я здесь не жил ребят кто-то живет если здесь в этом городе напишите в комментариях вообще как там внутри живется в таких казармах и на другой стороне это клинский хлебокомбинат хлебозавод номер два тоже есть старая фотография при вы посмотрите давайте сейчас проедем по городу посмотрим как город выглядит так-то вроде небольшой можно обойти в той стороне мы с вами были там пруды парк вот сейчас вернусь в машину проедем по городу поедем еще посмотрим на жилый вокзал бывший жилый вокзал решил остановиться еще раз возле этого дыка и зайти там посмотреть что так в этом здании в октябре 31 года были сформированы отряды партизан и народного ополчения для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками фашисты тоже здесь были они были вот в клену солнечногорске то бишь это вся территория практически была вся занята за дыка парк березы вижу детская площадка большая ну достаточно большой парк слушайте прям очень большой в ту сторону идет дорожки это наверное есть такое место притяжения людей центральная площадь центральный парк где все гуляют отдыхают ну и соответственно мероприятия городские все проводятся здесь вот так дыка выглядит с другой стороны это наверное сцена все теперь точно идем машину и поедем прокатимся он кто здание это все ломает пацаны оказывается тут всех разрушили а я-то думаю почему в таком виде все вот она что оказывается тут творится этот город еще сравнивают с парижем называют его городом трех революций здесь были первые две революции связаны именно с недовольством рабочих на фабрике ну а третье это ты 1917 года здесь поверните направо куда повернуть там закрыто начнем прямо хлебозавод на той стороне хочу показать вам бывший железнодорожный вокзал надеюсь мы до него доедем так а я хочу развернуться до на развернуться илюз доехать до конца да давайте здесь прокатимся посмотрим и потом уже на железнодорожный вокзал поедем нашел информацию что в городе есть лыжная база потом бассейн также здесь но хлебозавод как я и говорил так вот сюда надо вернуть хлебозавод асфальтовый завод потом фабрика по изготовлению елочных игрушек предполагаю что основная часть жителей все-таки работает либо в клин ездят либо в москву ну а часть наверно даже в тверь потому что здесь тверь недалеко и рядом с городом планируют в скором времени построить платную трассу москва санкт-петербург может уже и начали строительство об этом к сожалению я не знаю налево давайте налево проедем кирова 8 похоже тоже на старый дом но уже тут не берусь утверждать знаю что возле фабрики там точно старые дома вина построены в начале двадцатого века посмотрите какой лес там огромный прям до прогулочная зона конечно хорошая но на самом деле вот эти дома тоже похожи на те что мы видели казармы только эти трехэтажные а те 4 и 5 этажей здесь тоже пруд через 200 метров обстановку в принципе в городе вы все увидите сами я когда приезжаю снимать видео я стараюсь не ходить в принципе вообще никогда не хожу изначально не выбирая маршрут я готовлюсь конечно знаю куда я пойду мужики рыбу ловят но вот сама сама само знакомство с городом у меня происходит происходит в режиме видеозаписи я езжу снимаю и сразу же знакомлюсь с городом поэтому где здесь что находится и вот все что я вижу это вот вы видите в первый раз и я также вижу первый раз да вперед не проедешь сейчас поедем налево туда дороги ведет вернее туда навигатор направляет так говорит что от сюда надо выйти направо тоже что-то вроде торгового центра Мебель, кухни, мясо. По той стороне у нас остались казармы. Ребят, напишите в комментариях, как вам город вообще? Какие впечатления сложились? Фабрика. Прощаемся с ней. Это ГЭС. Ворота в город. И бывший вокзал у нас находится, как бы, получается, за чертой города, что ли. Через Клину, я не буду проезжать. Заправка. Блин, мне заправиться надо. Ладно, заправлюсь в Клину. Все равно через Клин опять буду проезжать. Сюда надо завернуть. О, здесь Советский Союз, смотрите. Флаг. Красный. Здесь частный сектор уже. Я на месте, говорит. А, вот тот, наверное, вокзал. Слушайте, да. Железнодорожный вокзал, это вот то здание. И там люди живут. Вопрос. Как туда заехать? Это вокзал, реально. Там живут люди. Сейчас развернусь и подъеду, посмотрю. Может, удастся с кем-нибудь побеседовать. Как-то же они туда проходят. Что интересно, дороги не вижу даже. Подъездных путей туда. Вон там тропинка. Все, понял. Надо возле магазина просто остановиться и пройти пешочком. О, какой москвич, смотрите, старенький едет. Вот здесь и есть дорога к вокзалу бывшему. Все, паркуюсь и иду туда. Ребят, чтобы вы понимали, где я иду. Вот так люди вот по такой дороге добираются к своему дому. И дом, вот он справа. Да, это бывший железнодорожный вокзал. В городе до 2008 года была железнодорожная станция. И теперь она используется как дом. А станция была построена в начале 20 века. Тоже прикреплю фотографии, посмотрите, как она выглядела. Вот, квартира 28 у кого-то. Какая-то методическая штука. Я не знаю, может они уже сами повесили. Но это, наверное, не центральный фасад. Центральный фасад все-таки с той стороны. Представьте, да? Люди живут в здании бывшего вокзала. Курей выращивают. Жалко, никого нет. Туалет, по-моему, даже он на улице. Ребят, я покидаю город Высоковск. И направляюсь в Тверскую область. Друзья, я заехал в село Завидово. Это уже Тверская область. Интересный факт, что первые упоминания в летописях этого села еще относятся к 1560 году. И это были владения Ивана Грозного и Бориса Годунова. В этом селе есть музей «Государственная дорога». Рядом стоит Троицкая и Успенская церкви. Там же кладбище, колокольня. А Успенская церковь была построена в 17 веке. Дома деревянные. Да, в основном деревянные дома. И он вытянут вдоль дороги. То есть все дома вдоль дороги стоят. На той стороне тоже, смотрите, он прям старенький-старенький деревянный. Какие-то заброшенные. Ну, село с историей. Дома сомневаюсь, конечно, что с тех лет. Но видно, что они старые. Кстати, вот этот музей «Государственная дорога» он прям рядом находится в 17 веке. Если кто будет, заезжайте. Да, вот это и есть Успенская церковь и колокольня. И вот здесь музей, вот, белое здание. Интересное название. Река Шоша. Тоже большая. Вижу, там столько рыбаков стоит. Очень много. И на той стороне. Там тоже какой-то мост, дорога. Может, там платная трасса проходит? Вообще, я уже столько рек проехал на своем путешествии. Реки, озера, пруды. Что только не проехал. До села Городня мне показывает ехать 13 минут. Что нас ждет в Городне? Вид. Сумасшедший вид. С места, где раньше стояла крепость. Древняя. Потому что это древний город. Вертязин, село Городня. Потом. Путевой дворец. Вот. Путевой дворец. Посмотрим, как он сейчас выглядит. Действует или нет. Я в нем тоже ни разу еще не был в этом путевом дворце. На смотровой, где стояла крепость деревянная, я был. Вид, конечно, говорит, там красивый очень. И по факту я проехал от Москвы, когда ехал в Солнечногорск. Сколько у меня было? Раз, два, три. Три путевых дворца. Один в Москве и два по пути. И это будет уже четвертый. В сторону Твери. Знаю, что в Твери большой стоит путевой дворец. Вот там реально похож на дворец. Это, вот эти дворцы, если больше похожи на эти такие перевалочные базы, не особо они там какие-то архитектурно-ислишества у них есть. Ну, скромные такие дворцы. Почтовые станции, да, впоследствии. Но вот в Твери очень красивый путевой дворец. Ну, и в Москве, конечно, в котором мы приезжали, я показывал вам на этом, в районе Динамо. Это в ролике Солнечногорск был. Просто Солнечногорск. Там тоже красивый путевой дворец. Ну, так что едем. Друзья мои, добрался до села Городня. Каменный арочный мост. Мы сейчас тоже посмотрим. Там табличка была. В общем, село Городня, когда-то это был древний город Вертятин. В 14 веке здесь стояла крепость. Тут же в 18 веке построили путевой дворец, который мы сейчас посмотрим. В общем, вот он уже появился с правой стороны. И в этом дворце останавливались царские особы. Так, соврал. Это дома. Путевой дворец чуть-чуть дальше. Интересно, в селе двухэтажные дома стоят. Я думал, будет частный сектор здесь только. Но нет. Есть и кирпичные двухэтажные дома. Магазины. Путевой дворец, к которому я еду, был построен во второй половине 18 века. Внутри были гостиная, столовая, спальни. Давайте сейчас уж подъеду тогда и там продолжу. Продажа дома. Кто-то дом продает. Вот он. Вот он, вот он. Путевой дворец. В общем, вот так выглядит путевой дворец. Зайдем еще во двор, потом смотрю, там двери открыты. Фасад, видите, такой скромненький. Двери закрыты. Я заглянул на первый этаж, там пусто. Такое ощущение, что он заброшенный. В общем, этот дворец отапливали с помощью печей и каминов. В подвале хранили продукты. Слева, вот там, и справа, мы сейчас пройдем к нему и покажу еще раз. Вот с той стороны он стоит за решетками, справа с стороны. Это два флигеля, в которых находилась кухня и комната для осмотрителя дворца. Ну, там же находились прислуги. Здесь на территории также была еще маленькая церквушка. Есть памятные таблички. Так, выдающийся революционер, писатель и философ Александр Николаевич Радищев в январе 1775 года посетил село Городню. Впечатления об этом отражены в книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Ребята, кто читал из вас эту книгу, напишите в комментариях. Я сам ее не читал, поэтому напишите, что там в своей книге Радищев написал про это село. Пойдемте сейчас на территорию, зайдем, посмотрим, как выглядит изнутри. И заодно флигель правый. Вот это флигель. Колодец. Этот знак нам указывает, что здесь сейчас медицинское учреждение. В общем, во дворе здесь были конюшни, а позднее уже дворец превратился в обычную почтовую станцию. Ну, как и все, наверное, дворцы путевые. Достаточно такой широкий, смотрите, с этой стороны. На пять окон. Ну да, он заброшенный. Вот такая территория. Амбулатория. Городинская врачебная амбулатория. Во флигеле. Интересно. Вместо того, чтобы центральное здание занять, они находятся во флигеле. Как птицы поют. Вот такая большая территория. В общем, дворец этот сейчас кто-то выкупил, и он вот в таком состоянии. Хорошо, что мы с вами его запечатлили. Мало ли, смотрите, видите, трещины по стенам пошли и уже металлической стяжкой стягивали. Кто его знает, что с ним будет. Как он там запивается. Какая-то заброшка. А еще в 1970 году в селе снимали фильм «Подсолнухи» и в главной роли играл Марчелло Мастроэнни. Да, печальное зрелище. Но как есть. Также еще находил информацию, что в 1983 году через село прошел велопробег мира. 83 назывался он. И маршрут у него был Москва-Осло-Вашингтон. Что, друзья, едем тогда дальше мы на Смотровую. Там еще церковь стоит Рождества Богородицы. Вот, друзья, это и есть церковь Рождества Богородицы. Впервые она была упомянута в 1290 году. Это одна из древних сохранившихся построек на территории Тверской области. И внизу каменный мост. Давайте спустимся тоже там посмотрим. И потом пойдем в церковь и обойдем ее с другой стороны. Каменный мост. Вот отсюда очень красиво смотрится. Прям хоть скриншот делай и сохраняй на рабочий стол. Я сделал фотографию, выложу в Телеграм-канале. Кстати, ссылка на Телеграм-канал есть в описании каждому из видео. Подписывайтесь на канал. Там я выставляю фотографии, видео, которые не вошли в тот или иной ролик. Туда дорога пошла. Там река Волга. Такой мост. Мне тут подсказали, что нужно по этой дорожке пройти и там будет родник. Холм и церковь там осталась у меня. И еще исправляюсь. Оказывается, правильно. Не Городня, а Городня. То есть, село Городня называется. И родник где-то вот здесь должен быть. Сколько дуванов торствела уже. Еще какие-то цветы. Да, вот здесь родник. вот откуда-то оттуда бежит. Что-то написано. Какие-то буквы. Вот такой родник. Ух ты, какая прям вообще ледяная вода. у меня в машине есть бутылка. Сейчас пойду наберу. Вот такие виды. Сейчас туда поднимаюсь наверх и покажу вам, как все это дело выглядит с высоты. Ну, замолчал. он так заливался тут соловей. Красиво поет. Нравятся мне такие путешествия, когда есть совмещение города и природы. И смотрите, какой вид красиво открывается на мост каменный. Так что, друзья, приезжайте в Городню на смотровую и спить воды из родника. Посетите путевой дворец. Очень много народу приезжает. Я там видел, даже подъезжал экскурсионный автобус большой и прям люди толпой выходили и на территории внутри там экскурсию какую-то проводят. В 1412 году, согласно летописи, она пострадала в результате пожара. Ну, ее потом выстроили заново. Видно, что она старая и давно не ремонтировали. А уникальность этой церкви еще в том, что с момента постройки она не меняла своего предназначения. Здесь же небольшое кладбище. Пойдемте. Пойдемте, покажу вам такой вид открывается. Опять перед нами река. Это река Волга. Кстати, река Волга все мое путешествие меня сопровождает. Углич, Рыбинск, Калязин, Мышкин, Пожалуйста, Тверская область. Вообще предполагается, что вот на этом месте здесь стояла когда-то деревянная крепость. Возможно, она и здесь и была. Потому что место идеальное для крепости. Посмотрите, какая возвышенность. Я прям наверху, на холме. Река, спуск. А? Как вам, ребят? Ну, не красота ли? Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Друзья, кто не поставил лайк, я думаю, самое время. Очень красиво. Что, друзья, мое большое путешествие все еще продолжается. Это тоже еще не конец. Увидимся с вами в другом городе. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитров